всех приветствую сегодня в ремонте у меня будет вот такая машинка чайка 144 а это можно сказать вершины эволюции ячейкообразных ну еще была какая-то 150 не помню какой номер точно с внутренним мотором внутри мотор у нее там форма она по-другому выглядит более такая угловатая массивная ну ее я видел только на картинке может кто-то и видел ну и выпустили на очень небольших количествах иначе она бы мне попалась но я как-то не встречал а это вот массово ну а как не такая массовый конечно как 142 132 этом даже 143 их очень много этих не очень но попадаются вот здесь я уже показывал по-другому устроена система копира считывание там по-другому идет другая система создал сделано и добавлено сколько-то там штуки 3 строчек фигурных но так она точно такая же в принципе больше тут никаких отличий и нету а 143 также все только бог фигурных строчек изменен все ну у этой машины что она не она вернее а электропривод у них что-то отказал там сколько-то лет назад они его машинку поставили на лоджии она 10 лет стояла на лоджии друге она хранилась или дома ну моложе и дома понятно так купили они новый привод но машинка да все она недвижимо сейчас будем ее расшевеливать промывать настраивать и т.д. тут что-то скотч намотанный какой-то скотчи и тряпочки на машинках я сразу же уничтожаю как класс так где у меня ножи ну ладно сейчас я разберу ее и будем промывать расшевеливать ее так сказать снял верхнюю крышку тут все грустно все покрыто ржавчиной там вот ну не знаю видно не видно но там есть ржавчина вот она даже лапка не поднимается ну что тут поможет только джонсон будем сейчас им это не факт что он сразу поможет промыть ее всю до сразу видно что стояла так нет это они что-то мне не всю правду сказали я не знаю это смазка так не могла засохнуть мне что-то видится тут смазка это посторонние присутствует это лоджия она бы просто тяжелый ход был но тут вот она как пластилин боюсь что случится чем-то смазать типа постного масла как бабушки давай ох да ну конечно же здесь даже присутствует что-то колпачок даже замедленно работают а колпачки это пмзшные такие стали делать уже не тоже как китайские неразборные видите чем не могу не могу даже отковырнуть и так ну вот уже что-то уже прогресс начала шевелиться но это же это же плохо еще пока она работает так но уже что-то он сколько вытекла от нее желтизны не знаю тут все вместе на ней смазка была какая-то непонятно что машинное масло таким столом вполне возможно даже срок хранения имеет не пользовались она стала как пластилин так надо сейчас эту машину погонять на скорости вот она уже уже кручу ну вот очень тяжелый сейчас я ее подключу и прогоню что-то здесь мне не нравится как собрано она не фиксируется ну конечно вот усиками внутрь сделано тут конечно на зацепление не входило а вот сейчас будет работать вот так вот вот такой у нее ход видите какое круче ну подключим привод 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 здесь вроде стоит ничего с педалью с угольной он работает так это вообще прекрасно будет он должен плавный быть посмотрим о от мотора хорошо работает движок 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 колбасит то ли ремень натянутый конечно он покажу как его колбасит перетянутый ремень да педалька половина нормальная привода вот эти хоть и китайские не знаю только насчет долговечности работы но работает он нормально тоже их учил как натягивать ремень он как струна это во первых нагрузка на подшипник а вот так вот чтобы было чуть-чуть конечно чтобы не проскальзывала но здесь он не должен будить струна вот так о но другое дело совсем сейчас и движок не будет колбасить впрочем его тут крепление филипкая ну китайцы сэкономили можно единственного так попробовать расклинить его если сюда что-то какой-то клинушек сделать ну вообще чуточная вот хлипкое крепление тут миллиметровая наверное столешка какая-то китайский но он чует надо все удалить вот это вот по возможности до куда я дотянусь вытереть вот остатки смазки этой старая она может потом проявиться еще как ладно все хорошо надо еще чуть-чуть помыть вот эту градость всю и смазать хорошей смазкой свеженькой свежей смазки так что у нас лапка лапка заработала лапка начала работать ну с этой машинкой делов немного шитера будет вот я сколько у меня было умеет немного попадалось что 5 то было шире они все хорошо это вот не отнять этого не было такого как вот в машинках чайка 142 там все 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 здесь вот я не помню что я делал ну что-то такое не сильно почему продвижение нет движения нет стоит на вышивке просто-напросто поставим на н и будет продвижение ну все с этой машинкой делов то ну чтож моталка работает как надо и заодно устранил вот это вот биение мотора вот здесь вот резиной резину проложил уплотнительную мотор стоит как бы литой не прыгает больше ну вот покажу во что превратилась смазка вот это вот видите черная вот это вот клейстер это вот смазка вся засохшая вот это надо мыть все промывать все помыл сейчас нанесу вот для редукторов у меня есть масло от лодочного мотора она довольно таки густое но не совсем густое но на зубе будет держаться хорошо сейчас вот так вот будет хорошо все вот сейчас так мягко работает редуктор практически его не слышно сам корпус челнока тоже находится вот таком состоянии надо его весь промывать шлифовать полировать но вот наглядно видно во что превращается масло со временем смолу вот такое становится смолистая керосин на основе чего сделано масло на испаряется или куда он там и вот остается вот она вот таких которая клинит машинку склеивает ее тут как я вижу еще рано крышку поставил тут не совсем еще он она видите как плывет не совсем преработалась вот это вот подача или тяга на игловодителя на что-то я сейчас поставил на зигзаг что-то она чем попала вот она во первых он маленький сейчас разберу посмотрю что там что мешает работать как надо что-то вот здесь еще не совсем промыто потому что она по него здесь во первых во вторых здесь вот чё попала все чернота вот здесь надо мыть посмотрю от руки то вроде работает но здесь вот здесь все склеилось начала бодрее работать но она не доходит она должна доходить вот до сюда отсюда пошлась на левый укол на правый укол вот она и все и дальше не идет как бы разбирать бы все не пришлось для начала вот эту втулку сниму стопорную еще надо открутить ты что ты не хочет откручиваться ну короче сейчас вот эту втулку сниму и доберусь до оси по которой она ходит она вот вроде уже даже обратно пружина и утягивает может сейчас расшевелится может быть и не надо снимать эту запорную втулку но то что мыть надо здесь это однозначно вот она сейчас пошла вот оттуда не доходит клейстер вот этот мешает смола тут надо еще есть игловодитель центровать вот так наверное вот так чуть-чуть так все центровано втулочку я сшевелил сейчас я зафиксирую и что-то уже будет похоже на истину фиксирую стопорную втулку вот так вот тут после этого клея еще и здесь вот все все тут от души мазали в свое время здесь то зачем поливать даже если это когда и масло было хорошая но тут все работает не так как надо по задержке стопориться все ладно сейчас прогоню на скорости посмотрю не работает он как надо он видите как видимо придется разбирать весь вот этот вот рамку залипает или так попробовать и и преработать вот так нужно ходить еще пружину посмотрю на пружина вроде натянута полностью ну-ка он ведь еще не вытягивает вот справа положения она идет а вот с левого вправо и ну буду делать ну чтож как мы видим уже начало работать сейчас она преработается машинка была много-много лет без движений надо и поработать сейчас ее погоняем ну ход есть уже зигзагообразный но и другие соответственно будут работать операции заработал так ну надо были все операции прогнать для порядка не все хотя бы штуки 34 сейчас самое крайнее проверим ну-ка 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 вполне в начале ролика я показывал скотч но сейчас скотча не будет здесь просто не было вот этой рейки которая фиксирует машинку в поддоне но я нашел рейку такую поставлю уж ладно в качестве гуманитарной помощи хоть винт у них сохранился винт сохранился а куда рейку дели интересно все сейчас с поддоном еще прошью и можно звонить хозяеву я не знаю это старая смазка что ли здесь выступила может быть ее перед хранением залили как бы законсервировали ну это ни к чему хорошему не привело знаю что за масло было еще непонятно есть масло даже было в иглодержатель я сейчас иглу менял иглу пришлось выковыривать вся 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 машинка была какой-то субстанции типа смолы клея вот он даже вот выковыриваюсь под вот этой пластины вот она смола выковыривается и липнет мы соответственно машинка была склеена так вроде бы к завершению все ну вот такой ремонтик да даже не ремонтик скорее всего я даже не знаю ты о раскансервация не знаю вот машинка когда она не работает она просто-напросто умирает это было в мертвом состоянии сейчас шьет довольно таки неплохо ну вот эти машинки почему-то вот именно сто сорок четыре а сколько вот у меня их было не сильно много но было и они все в техническом плане все хорошие тут не надо ничего делать только бывает вот последствия хранения неправильная там эксплуатации смазки и т.т. и т.п. по машинке вот мне она нравится почему-то вот в отличие от других чаях вот сто сорок четыре она как-то сделана не знаю более качественно что ли сборка тут вот ладно на этом все до свидания и и в